Я думаю, что две трети из вас скажут, что их хотели в такой проект, или они сами думали сделать такой проект, или им снился такой проект. В общем, все думают о таком проекте, но 99% его не делают. Мы получили на него американские инвестиции, и с ними мы работаем. Проект наш создает аудиогиды, GPS-авлигацию, привязанную к аудиогидам. И это, собственно, два приложения. Одно из них ориентировано на покупателей гидов, одно из них ориентировано на создателей гидов. И то приложение и веб-версия, в которой создаются гиды, используют узоры, на которые мы сами написали, и которые, ну, в общем, никто подобное еще не делал. Конкуренты у нас, естественно, есть, как у всех нормальных проектов, но мы хотим почерпнуть лучшие из них, добавить свое и сделать то, чего не было. Печень вредная для фигуры, офис у нас на контрактовой площади здоровский очень. Мы платим деньги, мы даем хорошую идею, ну, и за нее еще платим. То есть это не опцион, это не светлое коммунистическое. Мы вот работаем сейчас, сейчас платим деньги. Нужны нам мобильные разработчики, потому что мы работаем с хорошей аутсорсной компанией, но вот хотелось бы и кого-то иметь, кто будет это делать чисто для нас, кто будет очень-очень болеть за проект. И ищем контент-разработчиков. У нас бакенд на Node.js, поэтому, в общем-то, нужны многостановщики в этом плане. Ну, собственно, все. Узер-дженерейт контент, да, целиком и полностью. То есть, ну, акцент, собственно, сделан на контент-контент. То есть это не гиды, которые создают тетушки с зонтиками, это те гиды, которые интересны таким вот пользователям, собственно, как мы, потому что мы целевая аудитория. То есть люди, которые пользуются смартфонами, люди, которые имеют деньги, чтобы путешествовать. Мы еще не зарабатываем деньги, потому что сейчас работает веб-версия для поставщиков, которые создаются, гиды. То есть мы набираем контент и параллельно делаем приложение для покупателей. То есть мы не зарабатываем еще буквально, но, ну, собственно, это то, что будет выпущено, когда соберется контент, который можно будет продавать. Вопрос. В команде есть клуб, который я специалист, я слушаю, правда, директор. У КПЖ там тоже? Да, конечно. Технический директор. А где Данил? А Данил спрятался, он с ним. Ну, не, а вы как? Что, что, что? Что используется? Что на бакенде? Node.js. Мы изначально писали бакенду на PHP, но разработчик, который работал с нами, был изобретателем своих, как хорошо сказал Данил, велосипедов с квадратными колесами, использовал свой фреймворк, и когда мы с ним попрощались, переписали бакенду на Node.js для того, чтобы было более глубоко работать. Еще вопрос? Да, конечно. Мы не ориентированы на СМГшный рынок абсолютно, то есть проект целиком англоговорящий, и ориентированы на людей, которые готовы платить за приложение. То есть это не СМГ. Давайте не будем лукавить, это правда. Мы все-таки не на пайрат-байк гиды продаем. Юзер, який генерует контент, може зарабляти? Да, пользователи зарабатывают деньги, они зарабатывают роялти за продажи, то есть это та модель, которая будет работать, когда будет запущено приложение для покупателей. Та модель, которая сейчас, это даунпеймент за плот. То есть каждый загруженный гид уже приносит деньги. Ну, гид, который прошел модерацию, был принят для продажи, но еще на нее не выставлен. То есть за него уже заплачены деньги. Последний вопрос? Кого есть? Последний вопрос? Это отдельный парт-разработчик или один, который за две по форме работает? А я с Android-пометелу? Это отдельные люди, конечно. Ну, в смысле, это может быть один человек, но это никак не категорично. Все, спасибо.